Продолжение следует... Цветы Линоа... Поблекли, сменившись пышной зеленью и освежающим ветерком. И после полевых испытаний в прошлом месяце мы снова оказались в суете школьной жизни. И наша боевая подготовка и академические занятия продолжали становиться все более и более сложными. Но Май также ознаменовал начало... В общем, наверное, специальных занятий, более подходящих военной академии. Военная наука Парбальная революция 50 лет назад изменила способ ведения войны раз и навсегда. Есть несколько причин для этих изменений, но я бы выделил четыре наиболее важных фактора. Первое, это изобретение арбальных пушек и другого оружия. Повышенная точность этого оружия, а также простота обслуживания и изготовления, мгновенно сделали все остальное огнестрельное оружие устаревшим. А второй фактор связан с механизацией вооруженных сил. Арбальные технологии привели к формированию бронетанковых дивизий, состоящих из танковых бронемашин. Воздействие, которое этот новый вид тактических подразделений оказал на битвы с его усиленными атакой, защитой, а также мобильностью невозможно переоценить. Третий фактор, изобретение дирижаблей. Военные корабли, которые полагались на способность летного поля, управляющего гравитацией, их просто не существовало до революции. Внезапное... Внезапное, внезапное... В общем, как только... В войне появилось другое измерение, небо, это сделало... Это стало... Стали доступны бесчисленное число новых стратегий, которые раньше были невообразимы. И самый последний фактор, это создание совершенно новой практической науки, которая, наверное, самая большая, самая важная и самая главная перемена из всех. Без зарпальной технологии такая концепция вряд ли была бы возможной. Рин, можешь ли ты рассказать классу, каким был этот новый научный прорыв? Так, что-то возможное только после арбальной революции, которая произвела революцию в войне. Это должно быть... Арбальная коммуникация... Ну, наверное, арбальные арты, навыки, подобие магии. Это было вызвано революцией, да, но это скорее еще один инструмент в арсенале солдата, чем фундаментальный сдвиг. Тогда скорее, блин, либо коммуникации, либо возможность перевозки грузов. Коммуникации, понятно. А правильный ответ — это арбальные коммуникации. Это форма технологии беспроводной связи, основанная на бесформенной передаче через арбальные волны. Это позволяет офицерам на поле боя получать соответствующую информацию в режиме реального времени, что приводит к точным передвижениям войск. Конечно, также были изобретены контрмеры, такие как прослушивание телефонных разговоров или глушилки, чтобы частично ограничить преимущества. Ну, а тем не менее... Я понял неправильно. Это все довольно высокоуровневые штуки. Я имею в виду, что я знаю основы, но никогда раньше не слышала, чтобы это было настолько подробно описано. Да, нам придется очень усердно работать, чтобы не отставать. Ну что ж, первый вопрос к Омам. Эмм, ну, что поделать? Фи умеет готовить? Серьезно? Серьезно, Фи умеет готовить, да? Почему Леди Лаура? Оказалось, о, в таком классе. Но я с нетерпением ждала возможности учиться с ней вместе. Разве та девушка рядом с ней, это не та, которая набрала больше всего баллов на вступительном экзамене? Ну, похоже. Хотя я также слышала, что она простолюдин. В этой девушке со светлыми волосами есть что-то странное, что я нахожу успокаивающим. Ну, она постоянно хочет спать, возможно, это заразно. Может быть, дело в этом. Интересно, позволит ли она мне погладить свои волосы, если бы я спросила. Ммм, в общем, достаточно болтовни. Мы члены первого класса. Мы выше такого дурацкого поведения. Ммм, Феррис. Какая напыщенная такая мадам. Кроме того, мы не можем допустить, чтобы нас обошел этот сброд. Даже в чем-то столь незначительном, как кулинарное мастерство. Ммм, конечно, нет. Я так привыкла, что наш шеф-повар все готовит, но должна признать, что все это довольно сложно. Могут ли они как-то хотя бы пытаться скрыть то, что у нее о нас говорят? Серьезно. Разумеется, они проявляют любопытство к нашему классу. Ну, их трудно в этом винить. Да ладно, Фи, держись. Фи-чан, а вода тэва сонокрайде и дэссио. Эмм. Я думаю, что ты уже достаточно хорошо взбила, Фи. Ну, похоже, что я, наконец, освоил использование арбального компьютера. То есть, тянки учатся готовить, а парни осваивают арбальные компьютеры. Справедливо. Сначала я потерялся, но постепенно это становится все более понятным. Ну да, в Орибонии это самые передовые технологии. Поэтому, думаю, большинство людей в растерянности пока не привыкнут к этому. Макиас и Юсис оба освоили его на удивление быстро. Ну да, между ними же вечное соперничество. Да, в общем, учение это их дело. Учеба это их... Да и к тому же, я почти уверен, что какое-то время Макиас интересовался компьютерами. А Юсис, он также, кажется, осваивает подобные вещи гораздо быстрее, чем большинство людей. Даже если они его вообще не интересуют. А что, вероятно, просто еще больше оскорбляет Макиаса. Да, ну да, я уверен, что между ними там просто соревнования своеобразные. Я слышал, они действительно просто поддались все время на полевых испытаниях. Да, и в какой-то момент ситуация почти приняла насильственный оборот. Мы смогли их сдержать, но я не думаю, что мы могли бы долго держать их под контролем, если бы не приехала инструктор Сара. Ух, она прям вовремя успела на помощь. Да, нам действительно нужно что-то с ними сделать, но я понятия не имею, что. Ну, я тоже не знаю, но определенно ты прав. Это продолжается уже слишком долго. Этому должен быть конец. Да, верно. Моё полное имя Патрик Ти Хермс. Не просто будешь Патриком. Ничего страшного в этом нет. Не думаю, что мне нужно говорить нечто большее. Эти баму на колени должны упасть. А, чего? Элит, успокойся. На, ты из семьи Хермс? Эм, она престижная тебе семья-то эта? Ну, прям, настолько престижно. Короче, это одна из четырёх великих семей. Хотя, немножко ниже по званию, чем Албареи, то есть семья Юсиса. И за дело, мразь. Прости, я не хотел обидеть. Хм. Да это не важно. Я не приходил сюда, чтобы поговорить с простыми людьми или иностранцами. Шевальца. Я радуюсь. Ну и я пришёл, чтобы принести тебе приятные новости, Рим. А я щедро приветствую тебя, чтобы позволить воспользоваться помещениями на третьем этаже здания совета. Чего? Чё ты имеешь в виду-то? Третий этаж? Это место, где находится дворянский салон, верно? Что за дворянский салон? Что это такое? Твой отец может быть просто бароном, но это всё равно делает тебя благородным. Ты имеешь в виду 7-ми класса, но... И несмотря на то, что ты имел несчастье разделить уроки с этими... Вот этими... Я решил использовать своё доброе имя в качестве... Члена семьи Хямамсов, чтобы позволить тебе присоединиться к нам. Я надеюсь, ты оценишь это. Ну что ж... Да ну и не оценят. Как можно отказаться вежливо? Не похоже, что это хорошее место для привлечения новых членов. Юсис пришёл нам помочь? Да. Юсис Албарея? Я не знал, что... Третий сын семьи... Хайамаса считает, что... В общем... Важны фракции и всё такое. Но если тебе нужна компания в салоне, разве... Ты не должен был прийти ко мне первым? Да вас же... Тебя ж пригла... Вас же приглашали бесчисленное... Бес... Бесчисленное количество раз. И вы просто решили не приходить. Несмотря на то, что почти все... В общем, все хотели вас там видеть. Ну, у меня как бы нет интереса. Ну, ты, Рин. Убедись, что ты подумал достаточно об этом. Если ты заботишься о своём будущем... Тебе нужно подумать и о связях... Которые ты налаживаешь... И о сторонах, которые ты выбираешь. Да, он вообще не стесняется. Да, я просто не был уверен, как ему отказать. Спасибо, что пришёл, Юсис. Да я вообще-то не пытался тебе помочь. Но я действительно доставил тебе неприятности во время полевых учений в прошлом месяце. Так что... Да не, ладно, это всё. Ой-ой-ой, Цундер. А её... Он, 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 Цундер. Немножко. Полевые испытания в прошлом месяце? Он... На Макисе, что ли? А, нет, он от своей семьи. Да, я думаю, он имеет в виду стычку, которую мы... Которая у нас была с провинциальной армией. Точно, это ведь... Его семля... Его семья управляет тем регионом. Понятно. И он хотел извиниться. Да, и по... И поэтому он чувствует себя частично ответственным за действия своей семьи. Должно быть, он искал способ извиниться перед тобой. Ну, я думаю, у него есть хорошая сторона, в конце концов. Макио сейчас подыжи будет, нет? Нет, не будет, ладно. А, видимо, как быть, пыдыщ. Класс, хорошо поработали сегодня. Завтра свободный день, так что отдохните, вы это заслужили. Помните, в следующую среду ваш второй практический экзамен. Блин, мне было интересно, когда она упомянет об этом. А вы объявите детали нашей следующей учебной поездки в среду? Хм, конечно. Вы отправитесь на следующих выходных. Ну, новая поездка, да? Уверена, вы будете ждать этого. Ну, например, я очень жду этого. А, и еще одна вещь. Ваше промежуточное что-то. Звучит раздражающе. Итак, мы, наконец, можем проверить все знания, которые мы получили за последние несколько месяцев. Типа промежуточные экзамены, я так понимаю. Да, и это хорошо. Вы должны думать о своей учебе. Школа не может быть просто военной стратегией, знаете ли. Это все, что вас волнует? Она звание хочет получить что-то такое. Ам, можем ли мы узнать, а есть что-то, чего мы не понимаем? Да нет, я все-таки боевой инструктор. И книги, и прочее, это все далеко за моими пределами. Макеос, пожалуйста. Да, инструктор. Все. Наконец-то. Отпустили. Хорошо, увидимся позже, Рин. Увидимся. Вы двое собираетесь сегодня в клуб? Да, хочешь, кстати, поужинать попозже? В последнее время мы в кафетерии слишком часто бывали. Поэтому, может быть, нам стоит пойти сегодня в кафе авториста, чтобы немного сменить обстановку. Ну, да звучит хорошо. Тогда давайте просто встретимся в прихожей у фонаря. Окей. Увидимся. Эм, подкралась Алиска внезапно. А, привет, Алиса. Ты тоже идешь в клуб? А, не-не, не сегодня. Это... Ничего. Ты хочешь меня что-то спросить? Ничего. Да вот молчал, Брин. Ты ее опять зацундерил. Увидимся позже, в общем. Блин. К чему это вообще все было? Ты еще... Ты опять что-то сделал, чтобы ее расстроить? Да не знаю, не в курсе я. Хотя... Ну, я полагаю, что, возможно, и сделал что-то не так. Даже не осознавая этого. Хотя, зная ее... Да я пошутила. Ты завтра планируешь снова пойти в здание старой школы? Да, директор попросил меня следить за этим, поэтому я думаю, что найду время, чтобы быстренько заглянуть внутрь. Хорошо, пожалуйста, дай мне знать, когда начнешь свою экспедицию. Если хочешь. Ну, у меня как бы завтра клубная деятельность, но, насколько я понимаю, у здания старой школы явно приоритет. Спасибо, я дам тебе знать. Отлично, тогда увидимся. Хм, а ты в шахматном клубе, не так ли, Макеас? Или ты планируешь... планируешь позаниматься в библиотеке? С каких пор тебя волнует, чем я занимаюсь, типа, после занятий? А, да не, я просто... А, он узнал, что он из Нати, да? Я чего-то сделал не так? Нет, да не особенно. Не особо, да, он просто узнал, что он... Это, на самом деле, только моя вина, что меня так легко обмануть? Да-да-да-да-да, вон об этом. И Дарина, походу, тоже за... дошло. Ну, скажем так, у меня нет ни капли благородной крови, так он ведь не лгал. Я думаю, что мы все на равных. Он ведь усыновлен, так что благородной крови в нем нету. Мне правда жаль, я не пытался тебя обмануть, я только... Я... Являешься ли ты благородным или нет, это не относится к делу. Но... Суть в том, что ты солгал мне. И я просто не могу доверять тем, кто лжет, но по факту-то он не лгал. Но... Это все... Ой, мне жаль... Пожалуйста, забудь. Ничего такого. Я помешала? Да нет, совершенно нет. Тебе что-то нужно? Я случайно оставила один из своих учебников на своем столе, поэтому я с ним вернулась. Эм, вот он. И по какому предмету? Посмотри. Средняя математика для чайников. Как всегда, усердно учишься, понимаю... А, подожди. Средняя? Разве это не часть учебной программы воскресной школы? Кажется, немного простым для тебя. А, это не для меня. Я обещала помочь Фи... С ее занятиями по математике. Я нашла это в книжном магазине в городе, и подумала, что это может быть ей полезно. А, понятно. Я правда должна идти. Я уверена, что она меня ждет. Увидимся, Рим. Увидимся, береги себя. И не волнуйся. Эм... Я уверена, что Макиас ненавидит тебя, или что-то в этом роде. Если ты сможешь найти способ заставить его понять, что ты чувствуешь, я уверена, что он поймет. Просто до него не доходит. И это может быть сложновато. Да. Но, Рим в виде правда не солгал. Так, просто нужно. Но, если Эмма верит, что это сработает, то я, пожалуй, тоже поверю. Так, ладно, тоже, наверное, пора начинать. Может быть, немножко попрожу по территории Академии, прежде чем вернуться в общежитие. Ну, мысль здравая. Ну, а мы, ребят, на этом эту серию закончим. Спасибо за просмотры. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok